Привет! Как дела? Сегодня рассказ о шотландском городе под названием Дамфрис. Этот плед, кстати, я купила тоже в Шотландии, правда не в Дамфрис, а в Эдинбурге, о котором я тоже когда-нибудь расскажу, но это реально шотландский плед. Он мне греет душу и сердце. Итак, в город Дамфрис мы поехали после Ланкастера и Карлайла. Ехать оказалось совсем недалеко. Поехали мы туда на пуезде шотландскими трейн-линиями, как это сказать, шотландской железной дорогой. Хочу рассказать о самом названии, потому что пишется он Дунфрайс, и мы не знали, как произносить правильно этот город. Очень часто в Великобритании города пишутся так, а произносятся абсолютно по-другому. Например, Солсбери пишется как Солисбери. Мы всегда говорили Солисбери, Солисбери, а потом нас поправили и сказали, вообще-то это Солсбери. Мы такие, окей, будем знать. И так вот многие города, в которые я ездила, мы неправильно произносили, потому что мы не знали, как это произносится. Но иногда наперёд мне говорил хозяин собак, которому я приходила и говорила, что вот завтра я не приду, потому что уезжаю путешествовать по Великобритании. И он меня всегда спрашивал, куда ты едешь, в какие города и так далее. И я ему говорила на нашем русском, всё как мы пишем, Дунфрайс, он говорит Дамфрис. Я говорю, ну может быть это так произносится. То есть у него я узнавала, как произносится правильно тот или иной город. Часто он меня корректировал и говорил как надо. Иногда он меня даже не понимал, какой-какой говорит город. И потом говорит, может быть вот этот. Я говорю, может быть, может быть так он и переводится. В общем, не Дунфрайс, не Дунфрис, не Дамфрайс, а Дамфрис. Итак, город Дамфрис. Этот город мне запомнился отличной солнечной погодой, великолепным видом на реку, на бурную, кипящую, бурлящую реку Нит. И могилой шотландского поэта Роберта Бёрнса. С чего мы начали? Мы приехали на вокзал, на железнодорожный вокзал. И чтобы дойти до центра города, пришлось достаточно много пройти. Там мы встретили какую-то современную скульптуру. Там пофотографировались. Непонятно, в связи с чем она там поставлена. Какая-то проволока выглядела. Дошли до центра. И там на центральной площади стоит скульптура Роберта Бёрнсу. Готический такой красивый собор. Куча магазинов, как всегда. Хай-стрит. То есть там находится Хай-стрит. Шоппинг-центр наверняка. Какой-то фонтан красивый такой. Я поснимала его в детальках. Так, обычная центральная городская площадь со своими какими-то фичерс, как это называется, особенностями. После центральной площади мы направились вниз к реке. Там какая-то, видимо, плотина была. И она то пропускала воду, то наоборот закрывала, преграждала. Возможно, я не знаю. Но выглядело это как будто бы такой пропускной пункт. И вот именно на эту полосу, где как бы такие небольшие водопадики спадают, я направила свою камеру. И очень долго вот притягивает реально бурно бегущая, бурно кипящая вода. Прям гладалки вверх. Очень красивый древний мост на этой воде стоит. И мы сначала прошлись по набережной по тому берегу, ближе к центральной площади. И дошли до кладбища, как раз таки до кладбища древнего такого, старинного. Там церковь была, потому что где похоронен Роберт Бёрнс, нашли его могилу. Выглядела она как такой небольшой павильон с окнами, внутри которого лежали различные венки. И там лежали цветы, свежие. И самое главное, что мне запомнилось, такой венок из чертополоха. Чертополоха это же шотландский цветок. То есть это эмблема Шотландии. И я впервые в жизни увидела такой крупный и реально красивый. Но это не цветок, а кактус выглядит. Но все равно красивый такой цветок. А тем более оформленный в такой красивый букет. И там что-то было написано еще. Не знаю, возможно, там был день рождения его недавно. Почему-то лежали свежие цветы. И, по-моему, что-то было написано на плите об этом знаменитом шотландском поэте. После этого мы направились обратно к реке и перешли через мост другой, очень тоже красивый, интересный. Мы его тоже пофотографировали. На другую сторону города. И там мы направились в музей. Сам город тоже вам покажу. Виды очень красивые. Дома стоят отдельные. Немножечко так на возмышении. По пути к музею мы встретили такой реально английский трактор, который пытался там что-то припарковаться. И так и вспомнилась фраза из КВН какого-то там 95-го года. Все мы боремся за мир, а трактор пополю тыр-тыр. Вот и все мы бегаем, что-то суетимся, что-то делаем, а трактор все работает. Трактор продолжает работать. Зашли в этот музей, посмотрели там некие экспонаты, чем люди жили в этом городе. Ну, такую историческую справку о городе. И там как бы музей такой кверху закручивался. То есть там лестница такая круглая. И идешь по этажам и смотришь, что там находится. И на самом верху можно оттуда посмотреть в окошечке. И у меня оттуда открывается такой замечательный, великолепный вид на реку и на другую сторону города. Я оттуда тоже поснимала, пофотографировала. А там еще за городом горы видны. Обалденный вид. После чего мы как бы направились в сторону музея Роберта Бернса. И нам встретились такие двери интересные. Обычно такой дом как бы пятиэтажка что ли, или трехэтажка, не помню скольки этажный дом был. И там у каждого входа отдельная дверь. Ну, как обычно это выглядит в Англии. И очень красиво было. Там, по-моему, была красная, зеленая и синяя дверь. И мы встали туда, в эти двери, и встали фотографироваться. Ну, так, чтобы хоть какие-то яркие пятна запомнились. Потом в музее Роберта Бернса там буквально несколько экспонатов. Какие-то книги, скорее всего, оригинальные экземпляры. Деньги какие-то мы нашли как экспонат. Ну, в общем, что-то поснимали, пофотографировали. Оттуда тоже на реку. Очень интересный, красивый вид. Вообще, река мне очень сильно запомнилась. Такая бурлящая, кипящая. И вот с этим древним мостом очень красиво выглядит. Прямо притягивает. Прямо как-то атмосферно. Вот этот город мне зашел так, как сейчас говорят. Некоторые города я к ним спокойно отношусь. А какие-то, которые я называю атмосферными, это значит мне в душу запал. Вот Дамфрис мне запал в душу, может быть, именно потому, что погода была хорошая. Я очень зависимый человек от погоды, поэтому в Англии мне больше нравилось жить, потому что там всегда есть солнце. Не верьте тому, что вам говорят, что Питер дождливый город и Лондон дождливый город. Ничего подобного. Питер не дождливый город, но он очень смурный такой. Он очень такой тусклый по погоде. Постоянно небо затянуто не грозовыми, а облаками, которые кто-то описал как активированный уголь с молоком. Вот такие облака на меня всегда вот как-то давят. У меня низкое давление и всегда давят. И я ничего не хочу, мне никуда не хочется выходить вообще. А в Лондоне всегда, практически каждый день есть солнце. Там такой климат, что он очень быстро меняется. Да, возможно, будет к вечеру дождь или днем дождь. Но солнце каждый день можно урвать. А солнце меня заряжает, и я как энергайзер снова готова куда-то бежать. Поэтому там я была более активным человеком, чем в России, допустим. Мне кажется так. Мне кажется, это связано больше с солнечной подзарядкой для моего организма. Ну, суть не в этом. Дамфриз, когда мы вернулись уже по этому как раз таки древнему мосту обратно на площадь, там стоит такая готического стиля церквушка. Внутрь мы не попали. Только пофотографировались рядом со входом. Там такая синяя была дверь интересная. И очень ковка красивая. И вообще, ну, вообще исторически древнее здание. Очень было красивое. И мы там решили пофотографироваться. Потом уже день подходил к концу. И мы рядом с вокзалом там еще прошлись в другую сторону. Там был какой-то колледж очень тоже интересный. Вот прямо, как нам рассказывают про публичные школы. Вот мне кажется, это что-то типа публичной школы. Было такое древнее здание. И дети там в таких выходили в формах, одеждах. Красиво. Реальный такой традиционный вид, о котором ты читаешь в книжках и которые видишь в фильмах. После этого мы сели в поезд и поехали обратно в Карлайл, чтобы забрать свои сумки и отправиться уже в Стоконтренд, где у нас была следующая остановка с ночевкой. И вот в этом поезде из Шотландии обратно в Карлайл рядом с нами сидели две девушки. Видимо, они ехали куда-то на дискотеку. И вот реально вам никто этого никогда не покажет. Я, конечно, не могу вам показать их лица, потому что, ну, это противозаконно. Была скрытая съемка, и это, в принципе, противозаконно. Кого-либо показывать без их согласия. Но просто, что они делали, я вам покажу. Реально, они просто пили перед дискотекой прямо в поезде. Они поставили свои бутылки прямо на стол, не стесняясь никого абсолютно. Вставили туда соломку. И стали просто пить из этой соломки, как коктейльчик такой. Реально. Одна выпила целых две бутылки, вторая, вроде бы, одну только. Не знаю уж, как их развезло или нет, доехали они или нет, мы вышли раньше. Но такого я, конечно, никогда еще не видела в Англии. Но это очень частая практика. Мы просто сидели с подругой и ржали втихаря над ними. Как? Так? Вот? Ну, не знаю. Это совсем другая культура. В нашей стране я такого никогда, мне кажется, не увижу. Хотя, кто знает. Ну, вот такие вот бывают особенности реальной жизни разных стран. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч.